Привет, дорогие любители настольных игр! Здравствуйте! Меня зовут Сергей, напротив, как обычно, Наталья. Сегодня мы вдвоем играем в настольную игру под названием авиалинии Yukon. Давно я наблюдаю за этой игрой, начиная с даты ее выпуска в 19 году. Сегодня у нас двадцать третий год, и благодаря компании Rolling Games она появилась в нашей коллекции. Итак, информация на коробочке. В эту игру школы и евро могут играть от одного до четырех игроков примерно 60-90 минут, 14 плюс. Игра, где игроки в роли пилотов легкомоторных гидросамолетов будут перевозить пассажиров по территории Yukona. Это северо-западная часть Канады. Очень холодная там такая территория. Эта территория граничит с Аляской, но там живут люди, там очень красивая природа, приезжают туристы, и мы на своих самолетиках будем их развозить по городам. За это, конечно, они будут наплатить денюжку. Северное сияние там смотрят. Правильно. За это они будут там давать денюжку. Денюжки в этой игре это победные очки. У кого к концу игры будет больше денег, тот и победил. Так, коробочку в стороночку. Ну, чем заинтересовала эта игра? Во-первых, здесь есть шестигранные кубики. В механике игры будет важна. Важен, как и цвет этих кубиков, так и значения, которые на них выпадают. Что-то мне это напоминает, Наталья, такую игру, как отель Австрия. О, вспомнил. Ну, а Наталья, конечно, она всегда любит, когда в играх есть свои индивидуальные планшеты. Планшеты. А здесь планшетики очень оригинальные, в виде приборной доски вот этих легкомоторных самолетов. И что интересно, в процессе игры мы будем эти планшеты улучшать. Это, наверное, самое интересное в этой игре. Тут различные характеристики, тут топливо, тут все на свете. Здесь дублируются карты. Это тоже очень важный элемент этой игры. Ну, конечно, мы подробно про эти планшетики расскажем. Ну, а цель наша рассказать, что мы нашли в коробочке, рассказать правила этой игры и сделать сплеить партейку. С чего мы начнем? Ну, конечно, начнем, Натальи, с поля. Вот 12 городов изображено этой местности Юкона. Мы предварительно в каждый город случайным образом с мешочка достали по два разноцветных кубика. Это важно очень. При игре вдвоем, да, только по два, Натальи. Если вы играете втроем, было бы по три кубика. Если бы вы играли в четвером, по четыре кубика было бы в каждом городе. Наши самолеты стартуют со столицы. White Horse. Всегда мы будем каждый раунд стартовать отсюда и вот по этим линиям развозить пассажиров в разные города. Дальше. В эту игру, Наталья, мы сыграем всего лишь шесть раундов и игра закончится. Вот этот маркер будет отсчитывать, помогать нам отсчитывать раунды. Видишь, в понедельник у нас не рабочий день. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Понедельник день тяжелый. В конце воскресенья подсчитываем победные очки. Раз это у нас такие гидросамолеты. Они взлетают и садятся на воду. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть пирсов, где будут ждать нас вот эти путешественники. Это река Шуотка. И пирсы тут такие, видишь, они взлетают. Они же по воде могут эти самолётики. Ну конечно. Такие как катамараны у них внизу. Да. Смотри, вот эти шестигранные кубики, это и есть наши пассажиры. Давай-ка, Наталья, мы сразу их хорошо замешаем, бросим. И теперь, конечно, должны их разложить по значению. Первый пирс. Сюда единички кубики, шестигранки со значением один. Двойки сюда, троечки идут на третий пирс, четверки сюда, пятерочки сюда и шестерки. Вот у меня, видишь, все значения получились. Да. Хоть по чуть-чуть, но получилось. Игрок каждый раунд будет выбирать один из пирсов, забирать оттуда пассажиров, садить себе в самолёт и потом заниматься рейсами и отправлять их в разные города. Каждый игрок получает по своему самолётику. Мы решили с Натальей, что мы как бы случайным способом их получим. У каждого самолётика есть какой-то первоначальный бонус. Мы в цвете не разобрались, да? Они все какие-то красненькие, жёлтенькие и планшеты, вот такие разные. Я так понял, цвет здесь не важен. Нет, важно, я играю за жёлтый самолётик, ты за красный, но их всего четыре самолётика, у них какое-то свойство своё. Вот я, допустим, плюс один топливо получаю в верхнем левом углу. И, кстати, у меня на приборной доске всё на ноль, и я получаю бонус плюс один. Каждый раз, когда я буду заправлять свой бак, я буду на одну бочку топлива больше заправлять. И игра в первом раунде даёт нам ещё сколько? Четыре топлива. Четыре, да, на начало игры. Все вот эти датчики в процессе игры можно будет улучшать, улучшать. Кроме этого датчика, он показывает сколько топлива у тебя в самолёте. Чем больше топлива, тем более в далёкие города ты сможешь отвезти пассажиров. А билеты, тем дальше, тем они дороже. Ты больше денег за это будешь получать. Но получается, что максимально в баке можно иметь только семь литров. Но есть механики, которые позволяют и больше семи получить топлива, чтобы, допустим, доставить наших пассажиров вот эти в дальние города. Олд Кроу и Инувик, да, Натали? Потому что они там требуют по самому кратчашему пути восемь или десять, чтобы у тебя было топливо в твоём баке. Короче, мы на четыре ставим, что у нас в баке. Я ставлю на один, что у меня ещё плюс одно топливо, когда я буду заправлять. Это такое бонусное топливо. Хорошо. Вот сейчас ты скажешь, какой твой бонус в твоём самолёте. Вот такие лёгкомоторные самолёты. Вот эти вот бочечки, где четыре штуки нарисованы, сюда мы будем сажать наших пассажиров. Значит, получается, как бы за один раунд ты больше четырёх пассажиров, больше четырёх кубиков забрать не сможешь. Можно меньше, конечно. И чем меньше ты пассажиров сюда посадишь, тем больше топлива у тебя будет в самолёте. Вот такая зависимость. Наталья, твой самолётик, дай-ка мне её покажу. Угу. Наталья будет в фазу добора карт, билетов. На руку брать. Сейчас я про карты расскажу. На одну карту больше. Да, ты будешь на одну карту больше брать. И ты в своём самолётике на специальном датчике получения карт отмечаешь, то ты будешь получать по три карты. А я ещё пока по две только фазу добора буду получать. Ну, пускай твой самолётик будет находиться здесь. Так, что ещё про поле рассказать? Вот это трек очерёдности хода. Наталья будет ходить первым. Он тут меняется тоже интересным способом. Здесь у нас карты целей. Тут не так важно. В коробочке с игрой их девять штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Случайным способом выбираются три карты и раскладываются. Ну, некоторые цели дополнительно приносят денюжку, а это победные очки. Про цели я расскажу немножко попозже, что они творят. Как они будут у нас разнообразить партию. Так, мы получили по этой карточке. Получили вот по этому планшету. Здесь есть ещё переключатели. Они все в состоянии выключены. Офф. Офф везде. Тоже, когда ты будешь улучшать свой планшет, не только с этими датчиками можно работать, а с этими переключателями. Они тоже дают какой-то бонус и меняют правила игры. Угу. Это тоже интересный момент. Здесь, кстати, сколько можно денюж в конце игры получить за количество городов, которые ты посетил. Это дополнительные победные очки. Если ты перевёз пассажиров, допустим, только в три города за всю игру, ты получишь 2 доллара. А если ты перевёз в 10 или больше городов, плюс 37 победных очков в конце игры. Нас игра подталкивает, чтобы мы перевозили пассажиров в разные города. Ну, это ещё один момент, как в этой игре можно получить победные очки. Не только перевозя пассажиров, но ещё и в разные города их надо перевозить. Так. Вот. Двигатель. Карты. Двигатель этой игры. Очень толстенькая колода. Это карты билетов. На этих картах нарисованы вот эти все города. 12 городов, которые мы будем посещать. Но это столица Т-13. Сюда пассажиров мы не привезём. Отсюда мы будем всегда стартовать. Эту колоду мы хорошо перемешиваем. И каждый игрок, ну, только в начале партии, получает по 6 карт. Ну, давай, Наталья. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Саму колоду можно за кадр. За кадр. Вот в верхнем правом углу нарисован город Доусон. Вот он, кстати, здесь находится. Чтоб туда долететь. Четвёрочка. По кратчайшему пути. Нужно будет потратить 4 бочки с горючим. Да. Вот это подсказка. И тут, конечно, очень удобно искать города эти. Потому что карты здесь дублируются. Вот где находится Доусон. Он посмотрел на карту, посмотрел на большую карту и сразу нашёл его. Вот эти красненькие значки, они тоже принимают участие в механике игры. Вот тут есть гаечный ключ, потом значок доллара и бочка с горючим. Вот здесь на поле есть подсказка, Наталья. Если играя эти карты с руки, ты сыграешь минимум 3 карты с одинаковыми значками, ты получишь какой-то бонус. Если это будут доллары, ты 3 победных очка получишь. 3 доллара, да? Если это будет 3 бочки на картах, ты получишь 2 горючего. Отметишь у себя здесь. Кстати, у меня 4. Так, и если у тебя будет 3 ключика, ты сможешь сделать одно улучшение на своём планшете. Кстати, вот так обозначается улучшение. Везде. И у нас на карте цели. Да. Это вот или датчики, или вот эти переключатели. Ты сможешь улучшать что-нибудь, увеличивать свои параметры благодаря вот таким вот значкам. Кстати, у нас одна цель очень интересная. Если ты будешь посещать вот эти вот самые крутые 2 города, да? Ага. Если ты туда завезёшь пассажира. Каждый туда завезённый пассажир будет тебе давать улучшение твоего планшета. Ты сможешь что-то улучшить. Хе-хе. Так, дальше про остальные потом расскажу. Ну, что ещё? Деньги. Деньги. Это победные очки. Номиналом 1, номиналом 2, номиналом 5, номиналом 10, номиналом 25. Серые кубики будут тоже принимать участие в игре. Сейчас мы расскажем зачем. Наталья, ты свои денюжки будешь складывать вот с этой стороны. Ты будешь в карте. Первый игрок получает 1 бакс. Второй игрок получает 2 доллара. Я тебе свои денюжки буду хранить здесь. Так, что ещё с компонентами? Вроде всё рассказал я. Только вот подсказочки по фазам игры. Здесь подробно всё рассказано. Если вы будете подсматривать в эту подсказочку, она двухсторонняя, вы ничего не пропустите. И всё. Все правила, в принципе, на этой маленькой карте и нарисованы. Так, Наталья, из чего будет состоять раунд? Раунд у нас будет состоять 1, 2, 3, 4. Из 4 фаз. Первая фаза – посадка. Это когда ты будешь свою фишку очередной стихода брать и выставлять, выбирать один из пирсов. Откуда ты хочешь забрать пассажиров? Ну, что интересно, есть в этой игре ограничения. Ты можешь забирать с одного пирса только кубики одного цвета. Это плохо. Но также игра сразу другим правилом и нивелирует эту неудачу. Видишь, как у нас выпали, Наталья? Ни на одном пирсе нету даже двух одинаковых кубиков. Так получился бросок. За одну монету ты с соседнего пирса сможешь переместить кубик. За один бакс. Вот так вот сделать. Ты можешь тратить денег сколько хочешь. Перемещая кубики на том пирсе, где пришвартовался твой самолет. Допустим, вот этот зелененький 2 доллара отдал, перегнал его сюда. Запросто. Этот зелененький 1, 2, 3 доллара отдал, перегнал его сюда. Любое количество кубиков можно перегонять. Но не забывайте, что деньги в этой игре это победные очки. Так их расфинкивать не очень хорошо. Плюс, конечно, если ты будешь занимать, допустим, вот первый пирс, у него нет никакого... Тут еще у пирсов есть бонусы свои. Чем выше пирс, там более такие простые бонусы, но ты целый раунд будешь ходить первым. Да? Вот если Наталья займет этот пирс, а я вот этот, она будет 100% целый раунд ходить первым. Давай поговорим еще. Мало того, что это разрешает нам забрать пассажиров и на свой самолет отправиться. Здесь есть еще и бонусы, вот они нарисованы. Первый пирс не дает никакого бонуса, но ты 100% будешь ходить первым. Если ты, конечно, первым туда придешь. Тут есть интересный такой момент, что на один и тот же пирс могут приходить сколько угодно игроков. Но если второй пришел, он под низ кладет свою таблетку и первый будет ходить все равно тот, кто пришел на этот пирс первым. Да. Так вот, здесь никаких бонусов нет. Пришел сюда, сразу получаешь одну карту с колоды. Билеты нам нужны, потому что каждый пассажир требует одного билета. Если ты свой самолет отправишь на этот пирс, тебе игра позволит взять два разных цвета кубиков. Да, на самолетик поставить. Допустим, ты сможешь взять один синий и один желтый. Тут ломаются правила игры благодаря этому пирсу. Ну, ты можешь взять два желтых и два синих, максимальное заполнить. Ты сможешь брать два цвета кубиков. Если ты занял этот пирс, игра тебе позволит бесплатно переместить из соседних пирсов сюда кубик. Они все, в принципе, соседние. Просто с дальних больше платить надо, да? Да. Допустим, он дает скидку в один доллар. Если ты захочешь сюда перегнать желтые, ты заплатишь только одну монету. Понятно? Угу. Угу. И плюс еще одну бочку с горючим он дает. Ты отметишь. У себя на планшете датчик этот поменяешь. Угу. Если ты будешь забирать пассажиров с этого пирса, игра дает тебе две бочки с горючим. Отмечай у себя здесь вот на этом датчике. И последнее, очень интересный пирс, но ты 100% скорее всего будешь ходить последним, если ты его займешь. Ну, он такой, да. Да. Ты в банк отдаешь один доллар и сможешь сделать улучшение своего планшета. Угу. Сейчас я про это говорю. Хорошо. Выбрали мы кубики. Они перемещаются вот сюда. Потом мы отсчитываем, сколько мы получаем топлива. Добавляем на этот датчик, да? Сколько пустых ячеек осталось. И вторая фаза – это мы начинаем развозить пассажиров. Когда мы начнем играть, я подробно расскажу, как это делается. Мы с руки будем играть карту. Вот, допустим, я своего пассажира, которого я взял к себе, хочу отправить в город Доусон. Я играю эту карту перед собой. Потом сажу сюда этого пассажира. На каждый кубик отдельная карта. И говорю, что именно своим первым рейсом я выбираю точку и лечу в Доусон. Если бы у меня было несколько кубиков за один этот рамп, у меня был еще один Доусон. Я бы мог сразу сыграть две карты, два Доусона, два кубика распределить между ними. Я плачу топливо. Один плюс три – четыре топлива. Мой самолет прилетает сюда. И если цвет кубика совпадает с этими маленькими кубиками, это хорошо. Они могут не совпадать. Я все равно получу деньги за рейс. Но если цвет пассажира совпадает с кубиками, которые здесь находятся, я этот кубик забираю, на свой планшет в город Доусон кладу. И игра мне разрешает сделать одно из улучшений. Или щелкнуть переключателем, или где-то стрелочку поднять на этих датчиках денег. Да? Ну а если цвет не совпадает, тоже можно. Я все равно получу четыре доллара за то, что я сюда завез. Плюс по доллару за каждого пассажира. И возьму просто с банка серый кубик. Серый кубик, тоже сыграю его сюда. Эти трогать тогда не буду, если цвет не совпал. Сюда сыграю кубик, получу деньги. В конце игры я получу деньги за количество городов, которые я посетил. Серые кубики работают. Но я не смогу сделать улучшения на своем планшете. Потому что цвет не сошелся. Не такие они и плохие. Третья фаза это фаза дохода, когда мы получаем денежки, это победные очки. И третья фаза это техническая, когда мы готовимся к следующему раунду. Вот так вот я вкратце рассказал структуру хода. Сейчас поближе я покажу то, что больше всего понравилось Натале. Как мы будем улучшать свои планшеты. Ну, я думаю, вы уже поняли, что вот этот датчик отвечает за количество топлива. Мы будем его получать, улучшать. Если игрок захочет его улучшать, он больше топлива будет получать в тот момент, когда мы подсчитываем и загружаем наши баки. Сколько здесь пустых мест осталось. И сколько показывает этот датчик. Максимум здесь три бочки можно. Этот датчик пока у нас в начале игры не прокачан. Ни у Натальи, ни у меня. Датчик бонусного топлива. Да, вот этот датчик бонусного топлива. Вот этот датчик позволяет сбросить одну карту и поменять на топливо. Тоже максимально можно сбросить шесть карт с руки билетов и получить шесть бочек с топлива. Правда, можно этим заниматься, когда у тебя топливо закончилось в баке и тебе надо куда-то долететь. Только тогда ты сможешь тратить карты и менять эти карты на топливо. Здесь они отмечаться на этом датчике не будут. Это один из способов долететь до наших самых дальних городов. Мне кажется, это единственный способ долететь до дальних городов, где требуется в баке восемь или десять топлива. Ну, пока мы этим с Натальей заниматься не можем. Сбрасывать карты и менять на топливо. Так, два датчика вот эти очень похожи. Кстати, у Натальи вот этот датчик прокачиваем до трех, а не до двух, как у меня. В технической фазе мы будем добирать карты билетов на руку. По умолчанию две карты добираешь. Прокачиваешься на этом датчике, будешь добирать больше. А этот датчик говорит о том, сколько карт билетов ты сможешь хранить на руках, на руке. Именно в эту фазу техническую. Мы будем добирать карты и потом сбрасывать до лимита. В начале три карты лимита. Можно прокачаться до шести. Карта на руке. Очень важный параметр. А вот этот параметр, тут доллар и елочка нарисованы, это какие-то рождественские, да, Наталья, как называется? Рождественские бонусы. Рождественские бонусы. Если ты захочешь улучшать свой планшет и вкладываться в победные очки, ты будешь прокачивать этот датчик. Потому что вот это и есть деньги, циферки, это и есть деньги, которые ты получишь в конце игры. Только такой рождественский бонус. Если ты уже решил, что все остальное ты прокачал, у тебя классный самолет, когда тебе игра разрешит сделать улучшение, ты будешь вот эту стрелочку перевалить. Два доллара, четыре, семь, десять, тринадцать, шестнадцать, двадцать баксов дополнительно можно получить в конце игры. Дальше переходим к переключателям. Они очень похожи на датчики, просто тут у каждого свое свойство, дает свойство, когда он включен. И они круто меняют правила игры. И кажется на первый взгляд, что они все очень нужны. И всех хочется сразу переключить, но это не получится. Первый датчик говорит о том, что ты сможешь на один билет сыгранный сразу несколько, два пассажира играть, два кубика играть на один билет. Это тебе будет экономить карты, если он конечно будет включен. Сергей, и одного цвета и разных цветов, потому что тут нарисованы как бы один цвет. Да, я это уточнял, сам автор подтвердил, что можно разные кубики, разных цветов кубики на один билет. Хотя здесь как бы нарисовано, что они одноцветные. Дальше, я сразу переключусь вот на этот последний кубик. Он позволяет улучшить вот эту операцию. Получается, что по базовым правилам ты сможешь получить вот эти бонусы, если ты сыграл три карты с одинаковым значком. А если ты прокачаешься здесь, то достаточно будет только две карты сыграть с одинаковым значком. И тогда ты получишь бонус. Правда, это можно сделать только один раз за раунд. Такую штучку, потому что это очень такая читерная штука. Да, и что интересно, если ты сыграл везешь пассажира Watson Lake, то подкладывать карты, чтобы добиться этого бонуса можно любые. Не обязательно, только чтобы он был первоначальным городом. С подложенных карт только играет роль вот эти вот значки. Хорошо, щелкнул этим переключателем, тебе дешевле стало выполнять вот эти бонусы. Очень интересные. Дальше, а вот этот датчик позволит тебе получать по два доллара каждый раз, когда у тебя получается получить вот этот бонус. Да, это значит счетчик на победные очки, вот этот вот. Так, этот счетчик тоже меняет правила игры. Ты сможешь перемещать кубики с пирса на пирс со скидкой в два доллара. Значит, если я выбрал вот этот пирс, вот этот зеленый кубик, я совершенно бесплатно смогу перекинуть сюда. Ты экономишь два доллара. Раз, два. Да, но его еще надо включить. Вот этот вот интересный переключатель, он позволяет на самолет с пирса забирать кубики двух разных цветов. Про это я уже говорил. Разных пассажиров. Это очень похоже на этот пирс и вот этот переключатель. И, кстати, они вот эти бонусы плюсуются. Если у тебя здесь будет выключатель включен и ты придешь на этот пирс, ты сможешь три разных цвета забрать с этого пирса. Да. Очень интересно. Так, вот чтоб рассказать про этот выключатель, я расскажу один нюанс. Я говорил, что каждому кубику, каждому пассажиру нужен один билет. Ну, есть еще такое правило. Ты с руки сможешь рубашкой вверх сбросить три любых билета. Это будет считаться как любой город. Да? Да. Пожалуйста. Билет в любой город. Это, конечно, жалко сразу три карты сбросить. Их не так легко получить эти билеты в этой игре. Но зато это билет в любой конец. А вот этот переключатель разрешит сбрасывать рубашкой вверх только две карты. Это будет считаться как любой билет. Угу. И последний переключатель приносит тоже победные очки. Я часто его включаю, но ближе к концу игры. Ты выбираешь, потом у нас вот эти вот кубики, вот маленькие, будут переноситься к нам на планшет. И ты выберешь какой цвет кубика, который у тебя больше всего. Например, у тебя будет четыре желтых кубика, и их будет больше, чем других цветов. И за каждый такой кубик ты получишь два доллара. Это один, еще один способ в этой игре получать победные очки. Вот и все, Наталья. Свои билетики я уже немножко засветил. Я думаю, ничего страшного. Наталья, ты получила один доллар, значит ты будешь первым игроком. Итак, Наталья, начинаем. Я беру подсказку. Первая фаза у нас посадка. Ты первый игрок. А я могу самолетик к зрителям повернуть? Да? Не важно. Нет. Наталья, не учиться. Не надо. Не надо? Не надо. Так тебе будет комфортнее играть. Ты берешь свою фишку очередности хода и выбираешь, с какого пирса ты хочешь забрать пассажиров одного цвета кубиков. Можно только забирать. Пока, допустим, у нас не прокачан вот этот переключатель, который позволит два цвета кубиков забирать. Наталья, там один синий. Да, но я хочу забрать два кубика. Я имею право дать один доллар. Подожди, Наталья. Дальше зачитываю. Выполните действие пирса. Сразу. Тут надо все под пунктом. Будешь ты выполнять действие пирса? Ну, я буду, но я хочу сначала... Да. Вот ты решай, перегонишь ты кубики или нет? Перегоняю. Я хочу сначала кубик перегнать, заплатить один доллар. Желтенький. Желтенький перегоняешь. Доллар ты потратила, денег у тебя больше нет. Нету. Игра разрешает тебе два цвета взять с этого пирса. Угу. Здесь у тебя ноль, здесь две бочки. Было четыре, стало шесть. У тебя топливо в баке. Все. Сейчас я отработаю именно посадку. Я беру свой вот этот значок. Я, наверное, выберу последний пирс, Наталья. У меня есть два доллара. Сразу я выполняю, что на пирсе нарисовано. Я должен отдать один доллар. Один сдача беру. Угу. И смогу сделать одно из улучшений. Угу. Угу. Интересный момент. Что мне сразу улучшить. Всегда задумываешься. Тут все хочется сразу сделать. Самый тяжелый. Или побольше карт на руки получать. Самый тяжелый вопрос в этой игре. Да. Или сажать кубики в самолет разного цвета. Угу. Я, наверное, вот этим и щелкну переключателем. Что меняет правила игры. Теперь с одного пирса я могу забирать кубики двух разных цветов. До конца партии. И трачу еще один доллар, чтобы переместить сюда этот кубик. Розовенький. Последний доллар отдаю. Беру два разных цвета. И дальше заправляю. У меня по умолчанию вот этот датчик дает одну бочку. Здесь две осталось. Три. Было четыре. Стало семь. Максимум. На борту. Все, Наталья. Фаза посадки у нас отработана. Переходим в фазу рейса. Читаем. А, еще что важно. Тут не дописано. Но я бы дописал фазу посадки, что вот эти наши таблеточки возвращаются сюда. Да? Наталья. Ты же заняла этот перец. Значит, ты будешь ходить первой. Я 100% последний. И теперь, начиная вот с рейса, со второй фазы, Наталья, ты ходишь первой. Ты должна разыграть одну или более билетов перед собой. Какую карту? Ну, вот мой пассажир хочет лететь в Тангстен. Тангстен. Вот этот город. Наталья туда намыграет. Требуется четыре топлива на него. Но я, как ты говоришь, сразу могу сыграть еще две карты. Следующим пунктом ты можешь добавить просто сюда карты, чтобы получить какой-то бонус. Наталья, тебе удобно так вверх ногами будет, да? Ну, да. Ничего страшного. И ты моментально здесь три ключика нарисованы. Ты какой бонус получаешь? Ты сможешь сделать улучшение у себя на планшете. Теперь я буду мучиться. Или щелкай переключателем, или датчики поворачивай. Ну, вот я четыре карты на руке оставлю. Чтобы держать четыре карты. Тебе это пригодится, ты думаешь? Думаю, да. Хорошо, теперь ты берешь, у тебя получается ведь только один билет сыграл. Да. Сюда можно только одного посадить пассажира. Я смотрю, там желтенькие требуются. Так, синенькие. Мне желтенькие, да, желтенькие. Синенькие оставлю на другой город. Все. Понимаешь, тут именно в фазе вот этого рейса может происходить несколько рейсов. Но сначала ты выбираешь только одну точку, и туда везешь всех пассажиров. Именно в Танкстен ты везешь одного пассажира. Угу. Дальше ты перемещаешь свой гидроплан в ту точку. Да, гидропланчик летит сюда, раз. И ты сразу уменьшаешь топливо на своем счетчике на четыре, чтобы туда долететь. Угу. Осталось у тебя два. Потом ты смотришь, что у тебя желтый кубик совпадает с цветом маленького кубика, значит тебе игра разрешает его забрать оттуда. Да. И ты на свой маленький Танкстен сюда его кладешь. А раз цвета совпали, значит ты делаешь еще одно улучшение у себя на планшете. Ну вот. Чтобы получать топливо больше. Бонусное топливо. На здоровье. Датчик. И именно в конце твоего первого рейса, Наталья, мы смотрим на эти карточки целей. Вот теперь я с зрителем подробно про них расскажу. Сработают они или нет. Вот эти две цели с восприцательным знаком, они срабатывают в конце фазы рейса. Вот эта карта будет с песочными часами срабатывать в конце фазы дохода. Это третья фаза в каждом раунде. Что дает эта цель? Ты получишь дополнительно 2 доллара, если ты забираешь последний кубик, вот этот маленький, с города. Наталья не забрала последний кубик, пока у нее вот это не работает. Вот это позволяет получить одну бочку дополнительно с топливом и взять одну карту билета сверху колоды. Если ты перевозишь только красных пассажиров. У Натальи вообще красных кубиков нет, значит эта цель тоже не работает. Про эту цель я рассказывал. У нас работает в конце фазы дохода, если ты будешь перевозить кубики вот в эти крутые города. Игра тебе даст еще одно улучшение своего планшета. Это у тебя ничего не сработало, теперь фазу рейса выполняю я. Так, Манчо Лейк, я так планировал. Манчо Лейк это вот в уголку вот этот город. Зрители уже заметили, что там кубики очень сходятся с моими. Но я не смогу посадить сразу два кубика, да Наталья, сейчас начну нюансы, на эту карту. Я могу билет любой с помощью трех карт сыгранных рубашкой вверх сыграть. Все, я выбираю одну точку, я могу пока только одну точку выбрать, и у меня и этот пассажир, и этот летит именно в один город. Значит я сразу два могу сыграть. Карты я подкладывать не буду, чтобы получить бонус, потому что у меня всего две карты осталось, их нужно беречь, я так понимаю. И перемещаю свой гидроплан. По кратчайшему пути это надо потратить пять топлива. Но у меня топлива семь, двоечка остается, сразу трачу. Смотрю, все моих два кубика совпали. Наталья, я два кубика этих забираю. И вот в этот город сюда кладу. У меня получается сразу два улучшения я смогу сделать. Угу. Включаю, чтобы на одну карту можно играть было сразу два пассажира. И плюс может быть добор карт. Давай-ка добор карт, я буду на три карты брать. Вот так переключу. Все, потом проверяю цель. Всегда последним пунктом. Я забрал последний кубик Натальи с города. Забрал. Я получаю два доллара. Красных у меня не было, это у меня не отработало. И что интересно, у меня закончились пассажиры. Ты еще будешь продолжать рейсы. У меня закончились. И я автоматически перехожу в третью фазу дохода. А здесь очень просто. Я смотрю, сколько я денег зарабатываю. Вот эта циферка и подсказывает. Дальность пять. Значит, я получу пять долларов и плюс по доллару за каждого пассажира. Семь баксов я получаю за этот рейс. Беру пятерочку и беру еще одну дворечку. Ты хорошо так съездил. Ну, как хорошо. Средненько, можно так сказать. И в конце фазы дохода именно срабатывает вот эта цель. Да, Наталья? Ну, она у нас не сработала. Ход переходит к тебе, ты еще остаешься в рейсах. Потому что у тебя еще пассажир остался. Но он может остаться здесь невостребованным. Ты находишься уже в Тангстене. Оттуда ты можешь дальше лететь. Ну, вот я хочу. Там рядышком он, видишь, городок такой Уотсон Лейк. И он еще одного пассажира туда подбросит. Уотсон Лейк. Да. На юг полететь. У меня как раз хватит бензина на этот рейс. Вот, и что интересно. Вот, и что интересно. Если бы у автора игры спрашивают, да, Наталья. Вот, если бы здесь у тебя три ключа, да, бонусных. Если бы ты сыграла ключ сюда. Сработали ли вот эти вот желтые бонусы? Ну, он как говорит. Когда он создавал игру, он говорит, я программировал так, чтобы каждый бонус срабатывал только один раз. Ты сюда можешь еще подложить, еще там, да, ключи. Если бы это был ключ, то бочка. Ключи. И тогда еще раз бонус бы сработал. Можно несколько раз за раунд получать вот эти вот желтые бонусы. Только здесь нельзя. Если ты по две карты выкладываешь, то только один раз за раунд бонус такой срабатывает. Вот такой момент. Так что, если бы здесь был ключик, вот эти бонусы уже как бы отработали у тебя, понимаешь? Они бы не сработали. Они бы сработали. Наталья, ты посадила пассажира. Перемещайся. Посадила. Тебе будет удобнее. Наверное, дотянешься. Да. И у тебя кубик совпадает, значит, синий кубик твой. Давай я помогу тебе. Но ты все-таки, руки длиннее. Именно, вот в тот же город. Это важно. Потом вот эта таблица сработает. Чем больше городов ты посетишь, тем больше ты денежек в конце игры получишь. Цвет сошелся. Выбирай улучшение планшета. Цвет сошелся. Улучшение. Давай я смогу карты сбрасывать две, чтобы получать бензинчик. Чтобы получать топливо дополнительно. Топливо. А подожди. Эти же самолеты на керосине, по-моему, летают. Не на бензине. Я, ты знаешь, или бензин, или керосин, это не важно. На чистом керосине. На механику игры это никак не влияет. Так что будем говорить топливо. Наталья, проверяем. Ни одна из целей не сработала. У тебя нет красных кубиков. Последний кубик ты не забрала. В далекие города ты не долетела. В фазу дохода. Смотри, ты посетила два города. С тройкой и с четверкой. Но они не плюсуются. Ты получаешь доход только самого большого города. Не плюсуются. Четыре, плюс два пассажира. Шесть баксов ты заработала. Только шесть. И потом так, вот это не срабатывает. Все, в фазу техобслуживания мы с тобой вместе переходим теперь. Мы должны бросить кубики, Наталья. Но эти кубики не бросаются. А бросаются те, которые... Пассажиры тут как стояли. Пассажиры, которые на картах билетов или остались в твоем самолете. Ну давай, я вот этих четыре кубики тряну. Пятерочка, шестерочка, единичка и двоечка. У нас такой будет расклад. Все отработанные билеты идут в сброс. При игре вдвоем нам даже может не придется и колоду замешивать. Теперь мы добираем карты билетов на руку. Смотрю, у меня добор счетчик на трех. И получается, ты первый игрок, у тебя тоже на трех, да? Раз, два, три. Ты три карты добираешь. Вот этот датчик работает. И именно в этот момент ты оставляешь до лимита. У меня три карты. Смотри, как интересно. Я беру раз, два, три, но должен оставить только три карты. Я посматриваю на карту. Надо все сразу. И смотреть на кубики, которые есть на пирсе. И смотреть, какой лучше тебе город оставить. Сергей, а где у нас сброс? Давай. Там у тебя. Давай сброс будет у тебя здесь. Удобнее, чтобы далеко. Вот сюда будем дурасывать карту. Да, здесь наши денюжки. У-у-у. Денюжки здесь красивые такие. Ну, манчо лейк, я сто процентов сброшу, потому что там не осталось кубиков. Подожди, Сергей, а я это. Все, мы теперь топливо не трогаем. У тебя как осталось два топлива? А у меня разве два осталось? Нет, я же должна их было потратить. А, во второй город ты не потратила. Да, у меня на ноль. У тебя ноль, да? Угу. За этим надо следить еще. Надо, надо. Так, все. Я оставил себе только три билета. Ты оставляешь четыре карты на руке благодаря твоему датчику. Тебе хорошо. Угу. И пока Наталья думает, что еще надо в конце технической фазы сделать. Конечно, переместить вот счетчик раундов и все наши самолетики вернуть в столицу. Второй раунд у нас начнется опять отсюда. Вот этот город уже стал пустой. Но это не значит, что ты сюда не сможешь возить пассажиров. Ты сможешь, ты будешь получать денежку за это. Ну, правда, ты будешь получать серые кубики. А серые кубики не дают тебе обгрейдить своего планшета. Все, Наталья, у тебя четыре карты на руке. Угу. Начинаем опять с посадки пассажиров. Ты как, в принципе, была первым игроком, так и осталась. Выбирай пирс. На второй пирс. На здоровье. Сразу выполняешь, что нарисовано на пирсе. Да. Добирай карту с колодой. Вот она. Колода у нас, пожалуйста. А теперь решай, стоит ли тебе перемещать с пирса на пирсы кубики. Или тебе удовлетворяют вот эти. У тебя еще не прокачан, чтоб разные цветов? Нет. Ты можешь брать только пока. Я только один зелененький возьму. На здоровье. Эта игра разрешает. Заполняй бак своего самолета. Сколько у тебя осталось пустых бочек? Раз, два, три. Плюс это датчик. Четыре. Было ноль, стало четыре. Ход переходит ко мне. Наталья, я выберу вот этот пирс. Он позволяет переместить что-то куда-то. Я, наверное, ничего перемещать не буду. Я смотрю, у нас по цвету кубики не совпадают. Хорошо играть вдвоем. Когда вчетвером следишь за всеми. Особо не мешаем другом. А вдвоем, пожалуйста. У меня прокачано, что я могу два разных цвета брать. Я вот этих и возьму два кубика. Смотри, у меня остается бочка раз, два и здесь три. Было два плюс три, стало топливо пять. Я думаю, мне хватит. Ну что, фаза посадки закончилась. Фаза рейса. Ты разыгрываешь карты перед собой. Ну да, и сейчас мы узнаем, куда Наталья полетит. Я лечу в Доусон. Доусон, вот этот город. Вот этот город, Наталья. Подкладывать карты не будешь. У тебя здесь доллар нарисован. Значит, чтобы получить вот тот желтый бонус, тебе только доллар и игра и разрешает подкладывать. Если у тебя не прокачан вот этот переключатель, две карты дополнительно ты можешь еще подыграть. Да, не важно, что там на них нарисовано. Ух, Наталья как шпарит вот этими бонусами. Смотри, три доллара что дает? Три бакса. Это три победных очка. Вот я тебе помогу. Два и единичку бери. А теперь переноси пассажира на билет. К каждому пассажиру один билет. А теперь твой билет. Я тебе помогу, да? Ну давай вот он. Если кратчайшим путь. Вот тут вот один и четыре. Или вот один и три, да? Там больше уже платят. Четыре. Угу. Кратчайший путь. Цвет сошелся. Игра тебе разрешает взять оттуда зеленый кубик. Зелененький. И к себе на карту и еще доусон этот. Да. Цвет сошелся апгрейд своего планшета. Наталья, что ты выберешь? Подумай хорошенько. Может быть два разных цвета тебе щелкнуть? Нет? Я тебе не буду подсказывать, потому что здесь не знаю. Я не знаю. Можно два цвета на один билет. На один билет сразу два кубика можно платить. Да. И неважно какого они цвета. Неважно. Неважно. Смотрим вот на эти две цели. Ты не последний кубик забрала с города? Нет. Нет, не работает. Ни красные кубики нет. И тем более этот не будет. Наталья, у тебя пассажиры закончились? Закончились. Ты автоматически в фазу дохода переходишь. Четыре плюс один. Пять баксов. Пять. Бери, пожалуйста. И это у тебя не срабатывает в конце фазы дохода. Срабатывает эта цель. Не все срабатывает как хочется. Ты как бы уже рейсами закончилась. Ход переходит ко мне. Чего мне? Чего ж я надумал? Я, блин, я не так далеко лечу. Я не так далеко, скорее всего. Вот такие красные-синенькие, красные-синенькие. Да, Наталья, я сыграю только один город. У меня билет до Destruction Bay. Б. Вот. Вот этот вот город. И что у меня в подсказке? У меня включен переключатель. На один билет я могу сразу два пассажира, неважно какого они цвета. Автор это подтвердил. Бочки здесь, бочек у меня нет. Сам автор. Как-то улучшать я не смогу, к сожалению. У меня они все разные. Значки вот эти вот красненькие. И теперь беру свой самолетик, перелетаю сюда. Сколько всего лишь заплатить? Кратчайший путь. Два топлива. Было пять, стало три. Теперь я забираю сразу вот этих два кубика, Наталья. Угу. И к себе вот сюда, Destruction Bay. Два улучшения я теперь смогу сделать уже. Ну, конечно, сразу я до четырех карт на руке. Угу. 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 Забрасывать карт ты не хочешь на топливо? Угу. Может быть, да. В случае чего карты на топливо сбрасывать, если я куда-то не долетаю. Угу. Вот в таком положении я до двух карт могу сбросить, и каждая карта одну бочку принесет. Но это можно использовать только тогда, когда ты уже летишь, и у тебя здесь топливо закончилось. Это не добавляется сразу на этот счетчик. Да, это запасной. Запасная канистра. За выполнение цели? Да нет, у меня не красный кубик. А я последний забрал. Последний забрал. Ух ты, два бакса. Приятно. Да, да. Приятно. И я сразу тоже перехожу в фазу дохода. У меня два плюс два, только четыре. Беру пять сорочку. Нет. Надо взять две двойки. Вот так вот. Вот доход у меня. Может, у тебя пять двоечек есть? Возьми десяточку. Ладно, потом поменяем. Угу. Пускай тут куча собирается денег. Все. Фаза утихотслуживания. Второго раунда, Наталья. Кубики бросаются только вот этих три. Четверочка. А у тебя как всегда единицы. Ну а что? Смотри, зато два одинакового цвета. Пожалуйста. На одну. Вот эти карты уходят. Хулиган. В сброс. Если колода закончится, можно будет перемешивать сброс. Это игре. Здесь это разрешено. Добираем карты на руку. Я добираю. Так. Кто первый. Вот забыли опять сюда поставить. Видишь? Ну ничего. Но сразу видно и тут кто первый. Да. Кто первый, кто последний. Ну что, мне добирать, да? Ты первый, ты и добирай. Давай я тебе помогу. Раз, два, три ты добираешь. Да. Да. Три только. Четыре оставляю. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин. А я оставляю четыре. Значит мне что-то. Этот оставляю. Что-то одно. Этот уходит. До десятки я не дойду. Сброшу вот этот город. Он очень близко находится. Я крутой. Сейчас буду далеко лететь. Наверное. Наталья. И что у нас? Четверг. Наши самолютики на базу возвращаются. Угу. И начинается с посадки. Наталья первый игрок. Выбирай пирс. Подожди. Я опять забываю на ноль. У меня все ушло. Я ж на четверочке была. У меня только четыре было. Ну не забывай топливо тратить. Молодец. Хоть признаешься. Молодец. Какой пирс тебя интересует? Это у тебя остатки, да? Да. У меня только близенько полетело. Дестракшн бэй. Там две бочки я потратил. У меня еще три бочки осталось. Так, Сергей. Я на пятый пирс иду. Хорошо. На здоровье. За топливо. Бонус срабатывает пирса. Да. Сразу отмечаю у себя. И я беру один красненький только. Один красненький. Игра это разрешает. Да. Ну ты два цвета и не могла взять. Потому что у тебя пока этот переключатель не работает. Не работает. На шесть. На шесть. На шесть. На шесть. Не забывай, что ты сможешь до двух карт сбросить. Чтобы если в случае чего куда-то там долететь. Угу. Интересно. Мне должно топливо хватить. Остается один плюс два. Дополняю. Было три, стало шесть в баке. Угу. Все. Следующее. Стрип. Синее все. Стрип. Я играю три билета рубашкой вверх. Смотри, Наталья. На билете написано. Семьдесят второй год. Год моего рождения. Одиннадцатого ноль восьмого семьдесят второго. Хотя на коробочке с игрой написано, что происходят дела в семьдесят девятом году. Да? Летом семьдесят девятого года. А билеты почему-то старые людям продают. Все. Сейчас. И как Наталья мне подсказала, я сажаю сюда красненького пассажира. Имею полное право. И теперь мой самолетик желтенький перелетает совсем в соседний город. И трачу я одну бочку. Видишь, Наталья? Ну, ты потом зато сможешь крутануться. Цвет сошелся. Я забираю этот красный город. Ну, почему бы вот сюда его играть, да? Угу. И одно улучшение. Сергей, вот этот срабатывает. Подожди. Это для него есть специальный пункт. Давай-ка я, чтобы больше топлива было. О! И так сыграю. Плюс две бочки я буду добавлять. Вот теперь я получаю награды за карты цели. Я не последний кубик забрал. Нет. А вот здесь, Наталья, вот этот срабатывает только когда я одни красные беру себе награды. А у меня есть еще и зелененькие. Я этого не получаю. А так бы получил бочку и одну карту с колоды. Вот такие вот дела. Я не перехожу в фазу дохода, потому что у меня еще один пассажир остался. Я его еще дальше повезу. Ход к тебе переходит, Наталья. Куда ты своего красненького хочешь запить? Форт Норман. Форт Норман. Форт Норман. Ой, подожди. Форт Норман, вот он, Наталья. Наталья, тебе вверх ногами сложно. А. Семь топлива он требует. Семь и семь, а я не туда смотрю. Там два красненьких и семь будет стоить. Форт Норман. Ну, Наталья, сначала ты играй карту. Подкладывать доллар ты не будешь. Подкладывать не могу. У меня три есть, но не соответствует билету. Не соответствует билету. Здесь доллар дорисован. Хорошо. Теперь сажай сюда этого пассажирчика. Одного на карту. И бери свой самолет. Форт Норман. На семерочку. Да. Ты должна потратить семь топлива, Наталья. Но я расскажу нюанс. У тебя только шесть. Но у тебя бонус включен. Что именно в этот момент, когда тебе не хватает топлива, ты сможешь до двух карт, пока до двух карт сбросить. Чтобы каждая карта добавляет одну бочку. Как доуса, но я уже летела. Давай сброшу доуса. Все. У Натальи как бы семь. И она тратит на ноль. А то опять забудешь, Наталья. Я тебе сюда. Забирай оттуда кубик. Красненький. И вот в этот город. Форт. Форт. Цвет сошелся. Сошелся. Значит, что? Делай улучшение. Какое ты улучшение хотела? Очень, чтобы разного цвета сажать. Ты же очень хотела. Хотела. Так уже тут везде по одному цвету осталось. Ну, так можно сразу несколько городов посещать. По пути. Ладно. По пути. Ну, я тебе не подсказываю, Наталья. Ты меня не слушай. Ты сама решай. Потому что тебе виднее, как лучше сделать. Да, и как ты хотела. Бонус получила. Получила. А вот теперь, Наталья. Ты последнее не забрала, но сработал вот этот бонус. Ты получаешь топливо отмещаешь из себя. Одно, да? На этом, да. И плюс, не на этом, а вот на этом. Да, да. И плюс одну карту бери с колоной. Угу. Карту на руке можно иметь любое количество. Именно фазу, когда у нас подготовки идет. Когда у нас фаза техобслуживания в конце. Тогда только мы до лимита подрабатываем. А так в процессе игры может любое количество. Наталья, ты моментально фазу дохода переходишь. Смотри, ты получаешь семь денег плюс один пассажир. Восемь. Восемь. Набирай себе денег. Вход переходит ко мне. Я еще в рейсе пока. Доусон. В Доусон я еще не летал. И отсюда подкладываешь. У меня последнюю карту играю. Я сюда перелетаю. Сколько тут? Три бочки нарисовано. Пять минус три, два. Две бочки остается. И сюда, конечно, я сажаю зелененького пассажира. Цвет сходится. Я забираю его. Доусон кладу. Ха-ха-ха. Блин, Наталья, что мне улучшить? Сейчас я получу, может быть, больше карт получать. Все хочется. А давай так и сделаю. Я могу четыре хранить и четыре карты буду получать. Улучшаю вот этот датчик. Четыре карты в фазу добора смогу получать и четыре могу хранить. Все. Смотрим на цели. Я забрал с Доусона последний кубик. Значит, я дополнительно получаю два доллара. Два доллара. Наталья, скоро я все двоечки заберу. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка, давай-ка я пять сброшу и десять баксов себе возьму. Это же победные очки наши. Угу. Так, больше у нас ничего не работает. А, как не работает? А, все, Наталья, а ты за красного получила бонус? Получила? Да, ты мне дал. А у меня разных цветов у меня не работает. Очень много нюансов, которые надо помнить. Да, не забывать фазу дохода. Ты молодец. Я увлекаюсь игрой и забываю мелочи. Четыре я получаю бакса, плюс два, плюс один за каждого пассажира. Это шесть. Возьму пятерочку и пускай для размена будет клопик. Да, единичка. Ну, так как-то я скромненько. Все. В техническую фазу бросаем только вот эти кубики техобслуживания самолетов. Пятерка. Пятерка идет сюда. Хорошо. Двойка идет сюда. Двойки идут сюда. Ну, не знаю хорошо или нет, Наталья, все карты билета уходят в сброс. Рубашка вверх, кстати. Ой, не рубашка вниз, наоборот, чтобы они в открытую в сброс. В открытую. Ты первый бери карты. Добавляю карты на руку. Четыре. Раз, два, три, четыре. Сколько вам дать помочь? Три. Раз, два, три. И оставляешь ты только четыре. Четыре на руке. Четыре беру и четыре оставляю. И в конце мы не забываем, что у нас время то идет, у нас уже пятница и наши самолетики возвращаются в столицу. А, хочется еще и первым ходить. Ой, обязательно первым, мы не мешаем друг другу. Выбирай вот этот пирс, плюс две бочки. Было две, стало четыре. Немножко позовем. Ты же сказал, у тебя с топливом нормально. И беру только один кубик красного цвета. Попробуем так. Только один беру. И у меня топливо раз, два, три, четыре, пять. А что-то у меня столько много топлива. Значит мне столько много не нужно, я возьму еще одного пассажира. Ой, так не оставил мне синий. Все-таки возьму два пассажира тогда. Я же имею право брать двух разных цветов, потому что переключатель у меня включен. Итого я получаю раз, два, три, четыре. Одно топливо сгорает, максимум можно семь. Я уже вижу, куда ты поехал. Видишь, одно топливо у меня, к сожалению, сгорает. Вот что так. Джон Лайк, Джон Лайк. Пора покорять север Юкона. Джон Лайк. Ну может по цвету кубики не совпадут, но что? Покажем зрителям, как серыми кубиками работать. Несешь коту-масленица. Наталья, выбирайте пирс. Ну давай вот так. Интересный пирс, четверочный. Во-первых, ты уже можешь брать разных цветов. У тебя переключатель еще. Два разных цвета. Бесплатно один могу подогнать, да? На одну единицу бесплатно. А одну заплатить? На здоровье плати. Одну монетку. Да, этот пирс разрешает. Наталья, так тебе же еще и плюс одна бочка идет. Да, еще одна бочка. Был один, стало два топлива у тебя. Потому что здесь ты все забрал. Теперь два разных цвета ты можешь взять. Все три кубика у тебя не получится забрать. Но два, в принципе, у тебя получится. Два получится. Попробуем. Не спеши. Подумай. Попробуем. Красные и синие. А теперь дополняй бак именно в этот момент. Раз, два, три. Два плюс три, пять. 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 Аккуратненько так. Чтоб он именно на пятерочку показывал. У меня тут полный бак. Все. Закончили. В рейс отправляемся. Наталья, видишь, ты меня опередила. Ты будешь первый рейс совершать. Пока выбирай только одну точку. Если у тебя несколько точек. Джон Лейк. Джон Лейк. Смотрим. Джон Лейк. Вот почему она эти кубики взяла. Вот этот город находится. И ты, значит, в одну точку и полетишь. Да. У тебя можно на один билет сразу? Уже можно. Сразу два цвета. У тебя тоже щелкнуто. Значит, двух пассажиров ты сразу на один билет и кладешь. Доллар здесь. Не желаете ли подложить карты? Желаю. Ну, это до этого надо, Наталья. Ой, извините, да. До посадки. Вот всегда забываю. Это вот моя первая ошибка. Сергей. Бери три бакса. Сколько уже мне не твердит, а я все равно в последний момент. Ты аккуратненько здесь, чтобы красиво у тебя было. Где единички, где двоечки, где твои десяточки. Чтобы зрители примерно представляли, кто впереди. Планеты всей. Дальше кубики на билеты после этого помещаешь. И только после этого летишь. Да. Давай я тебе помогу. Мне, наверное, все сподручнее. Ну, кратчайший путь это вот. Пять. Так. Четыре. Подожди, нет. Вот кратчайший. Один и четыре. Да, кратчайший. Потому что так было бы шесть. Два пассажира. Знаешь, как по сеттингу игры обозначается? Ну, конечно, не по цвету кожи. А просто, что как бы у этих вот путешественников, если цвет совпадает, значит, у них интерес в этом городе. Они что-то хотели там посмотреть, красненькое и синенькое. И сами они красненькие и синенькие. И они удовлетворили свои потребности в этом городе. Да. И, значит, хорошо, наверное, заплатили пилоту, раз он может потом апгрейдить свой самолет. Вот. Наталья, у тебя два апгрейда. Два. Как ты думаешь? И я, наверное, чтобы пять на руке было и четыре получать. Ты хочешь побольше карт пойти в эту стратегию. Бензин у меня все на пять уходит. Топливо. Топливо пять. Вот этого не забывать. Щелкать топливо. Угу. Получается, в конце твоего рейса мы проверяем, что сработало. Наталья, ты забрала последний кубик с города. Два доллара бери еще. Еще два. Потом у тебя были не только красные, но еще и синие. Значит, этот бонус не срабатывает. Только красные кубики должны быть. Туда не долетело. Туда пока не долетели. Ну, сейчас в фазу дохода ты сразу переходишь. Пять. Пять нарисовано на городе, плюс два. Семь. За твоих пассажиров. Бери семерочку. Ход переходит ко мне. Я, Наталья, скорее всего, на один билет я могу играть сразу нескольких. Мне надо восемь топлива. Ой, по пути где-нибудь сбросить синенький. Может быть мне так сыграть. А потом мне не хватит тогда на топливо. Ну, блин. Не хватает карты. Я хотел по пути сбросить синего, но мне тогда не хватит топлива. Четыре. И четыре. Одной карты не хватает. Надо шлить три. И жалко мне этого города. Начать все. Играю Old Crow. Город практически на севере находится. Угу. Здесь бочка нарисована. Да. Я же могу что-то подыграть с бочками. А топливо у меня сгорит. Если я сейчас бочки сюда подыграю, красненькие, они у меня сгорят. Нельзя пополнить бак. Значит, карты оставляю. Все. Я могу сразу, благодаря вот этому свойству, два садить на один билет. На колени. Да. Я теперь начинаю перемещаться. Кратчайший путь это вот. Это восемь. Угу. По единичку и две четверочки. Ой, да. Четыре и единичка и тройка. И убавляю топливо. Но топливо нужно восемь. А у меня только семь. Но у меня здесь прокачано вот этот датчик. Я сейчас сброшу какую-нибудь карту. Вот эту карту я сброшу. Джон Лейка. Потому что там уже кубиков, смотрю, не осталось. Там на тале все подчи. У меня как виртуально одно топливо добавляется. Бак на ноль. Я долетел. Смотрю, совпадают. У меня по цвету только один кубик. И вот сюда. Второй серенький. Значит, у меня будет только одно улучшение. Что? Идти ва-банк. Топливо у меня закончилось. Значит, только здесь полностью. Такое у меня будет улучшение. А за второго пассажира я не этот кубик беру. А беру серенький кубик. И отправляю его сюда. Зачем эти серые кубики, да, Наталья? Ну, допустим, для того, чтобы получить бонус за самое вот большое количество. Если у меня серых кубиков будет больше, чем других цветов, да. Вот этот бонус будет считаться серыми кубиками. Два доллара за каждый больший цвет. Ну, он мне второй кубик не дает никаких улучшений, к сожалению. Смотрю, что я и последний кубик не забрал. И у меня не только красные были. Значит, перехожу в фазу дохода. Вот эта фаза дохода сработает. Сколько я получаю? Восемь плюс два пассажира. Десяточку. Сразу десять баксов. Хороший рейс. Плюс в конце фазы дохода срабатывает вот это. Я смогу сделать одно улучшение, так как я в крутой город прилетел. Ну что, с четырьмя картами выкрутимся. Давай-ка я щелкну вот этим переключателем, Наталья, чтобы сбрасывать не три карты, а две. А почему нет, да? Две рубашки вверх, две рубашки вверх, чтобы это стало любым билетом. Бонусом любым. А, любым билетом. Да, потому что я смотрю, мне сейчас одной карты не хватило, чтобы выполнить то, что я хотел сделать. Да, как бы залететь сюда, синего сбросить и сюда прилететь. Вот мне не хватило. Сейчас, может быть, в следующем раунде хватит. И все, Наталья, мы с тобой отработали. Дефицит топлива у нас. В техническую фазу техобслуживания. Это всегда последняя фаза в каждом раунде. Только четыре кубика бросается. Бабам. Ух ты, клубик. Пять единичек. Троечка у нас наконец-то пополнится. Четверочка и пятерочка. Всем хорошо. Все карты разыграны. Ой, это же у меня на руке будет. Сбрасываем. Наталья, сейчас пополняем руку, да? Угу. Так. Я первая четыре карты. Ты первая. Раз, два, три, четыре. Наталья, а сколько ты хранишь? Пять на руке могу. Ух ты. А я четыре беру. Раз, два, три, четыре. Но только четыре могу оставить. Так, все, четыре карты я оставил. Я решил, Наталья. У тебя на руке уже остается раз, два, три, четыре, пять карт. Я смотрю. Раз, два, три, четыре. Решили. У нас суббота. Предпоследний раунд. Все самолетики на базу. Первая фаза. Наталья, ты первая выбираешь пирс. У меня с топливом плохо. Я так не смогу. У меня с топливом плохо. Только один могу брать на борт. На борт корабля. Ну, ты куда-то далеко собралась лететь, наверное, да? Ну, хочу вот в этот. Ой, не надо говорить такие вещи. Не надо? Не, 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 не. А я для зрителей. А я ж могу сейчас стать первым и тебе все перебить. А, да, точно. Ты моя дорогая. А я специально сказала, чтобы у тебя совести не хватит. Чтобы мне совести не хватит. Хорошо, Наталья, получай бонусы в пирсе. Две бочки. Заправляем. Две бочки. Одну эту, да? Три. Нет, подожди, Наталья. Ты пока бонус берешь. Не спеши. Мы же еще не знаем. Да, мы же еще. Я же не знаю, сколько ты заберешь. Ты сможешь сейчас манипулировать. А я один только заберу. Вот теперь ты считаешь, сколько бочек здесь. Раз, два, три. И здесь четыре. Четыре. Это шесть. Это шесть топлива. Я меняю свою тактику, Наталья. Ухожу сюда. Здесь мне пирс позволяет взять одну карту с колонны. Вот. А теперь, скорее всего, я с этого пирса два кубика этих и заберу. Теперь заправляю топливо. Раз, два, плюс три, пять. Посадка у нас закончилась. Я буду ходить первым. Фазой рейсов. Ну, полетели. Первый у меня город, скорее всего, будет Танкстон. Там остался один зеленый кубик. Наверное, я туда, Наталья, и полечу. Топливо. Подкладывать карты у меня нет топлива. Тут бочка нарисована. Бонус я этот желтенький не получаю. Ух, сколько я должен заплатить. Какой-то странный город. Он вроде и близко, а четыре стоит, чтобы туда перелететь. Было пять, осталось один. Я перелетел. Здесь я забираю этот кубик. Ну, здесь я еще в этом городе не был. Это хорошо. Я тут больше победных очков в конце получу. А теперь я решаю. Вот это я прокачиваю. Четыре карты я смогу сбрасывать, чтобы карты прилавались. Превратить в топливо. Угу. В топливо. Получите награды. Какие награды? Я последний кубик забрал. Я получаю два доллара. Я так зарабатываю по бедной очке. Благодаря вот этой интересной цели. Ну, молодец. Кто? Ваш ход. Кто как? Я не стал тебе перебивать, Наталья. Такобар, ты сказала. Такобар. Сейчас посмотрим. Ты же такобар. Ну, здесь гаечный ключ. Наталья подготовила, что она еще финтанет здесь. А гаечный ключ дает прокачку своего планшета. Как ты думаешь, предпоследний раунд стоит ли переходить, допустим, в победные очки или ты что-то хочешь еще крутануть? Допустим, вот рождественский бонус может уже пора запускать. А еще будет один раунд, да? Еще воскресенье. Ну, давай будем на победные очки работать. Два победных очка у тебя в кармане. Тут я уже чувствую, что я все-таки гида лечу. Так, ты пока за бонус получила. Все, ты получила пока за бонус. Ну, потом ты сади билет сама. Садю. Все, билет такобар. И летим. Семь. Топливо. Наталья, стоп, стоп. Давай с топливом разберемся. Я смотрю, у тебя топливо шесть. Такобар сбрасываю. Такобар ты сбрасываешь. Это не важно. Ты могла до двух карт сбросить. У тебя топливо как бы превращается в семь. И на ноль. И на нольчик уходит. Теперь тебе игра разрешает забрать этот кубик синякий. И в такобаре расположить у себя на планшете. И еще у тебя одно улучшение. Вот это было улучшение за значки, моя дорогая. А теперь улучшение. Ну, давай все-таки, наверное. Плюс одно топливо. Нет, все-все, на здоровье. Угу. И в конце проверяем цель. Последний кубик забрала? Нет. Не последний. Красных у тебя нет. Нет. Ничего как бы не получается. Но ты переходишь в фазу дохода. Потому что у тебя пассажиры закончились. Семь плюс один. Восемь. Восемь. Баксов ты получаешь. Фазу дохода тебе больше делать нечего, да? Все, цель вот эта не срабатывает. Ход переходит ко мне. Дальше я собрался то лететь дальше. Чтоб зелененького отвезти. Ну, конечно, карты у меня такой нет. Но я здесь щелкнул переключателем. И, значит, я две любые карты рубашкой вверх играю. Это будет считаться билет до Уотсон Лайка. И отправляю сюда вот этого пассажира. Перелетаю сюда. Смотри, Наталья, я должен потратить два топлива. А у меня только одно топливо. Значит, я тоже благодаря этому могу сбросить карту. Сбрасываю вот эту карту. Все. Долетел. Забираю оттуда желтый. Цвет сходится с желтым. И здесь у меня еще не было, видишь? У меня уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь разных городов. Это 16 победных очков. Во! Можно будет получить. Наталью я уговаривал, чтобы уйти в рождественское. Ну, давай уйду. Плюс два. Буду Наталью догонять. Рождественские бонусы. Прокачаю это. Угу. Смотрю, сработали ли у меня цели. Опять сработало, правильно? Два доллара я получаю. Потому что я последний кубик с Уотсона забрал. Угу. В этот монет. И больше ничего не сработал. Одна карта у меня осталась на руке. Наталья, ты что же? А, я же должен получить. Доход четыре. Плюс два, шесть. Забуду. Мы вообще доход получаем с тобой? Получаем, получаем. У меня такое мысль, что не всегда. Нет, нет, нет. Получаем. И фазу дохода больше делать нечего. Ты за этим следишь. Техническая фаза. Бросаем кубики. Одинка. Одинка. Двучка. Шестерочка. Все карты уходят разыгранная. Неважно. Рубашкой вверх. Рубашкой вниз. Да. Ты первый игрок, да? Бери карты. Я добавляю карты, другие четыре. Раз, два, три, четыре. И я четыре, пять оставляю. И четыре могу только оставить. Всё, я определился. Только четыре карты, буду с ними крутиться. Наталья, и у нас последний раунд. Возвращаемся в столицу, на базу. Кто первый игрок? Я. Я буду выбирать. Мне так хочется в дальний город, хоть последний раз, вот туда вот слетать. А это я смогу сделать, только если сюда сыграю, на этот перц, такое ощущение. Всё, получаю два топлива, буду сейчас стараться. Там зелёненький, этот перегоняю сюда, плачу один бакс, и только одного его забираю. И теперь у меня раз, два, три. И три, шесть. Но я полностью бак заправляю. Теперь мне надо будет три карты сбросить, только тогда я выключусь. Хорошо. Всё, ваш ход. Хоть одному пассажиру я довезу. Ты, наверное, удивишься. Ну почему, Наталья? Хороший ход. Ты не получишь бонусов от пирса, но ты будешь ходить первой. А уже где я буду ходить первой? Так, ты можешь два разных кубика брать. Подожди, я хочу в два разных города заскочить. Если здесь нету пассажира, я получу серые, да? А, ты хочешь здесь больше победных очков за количество городов? Два города? Ах, как ты хейтар. А что делать? У меня выпали все единички, Сергей. А это десятка, но я туда не попаду. В этом городе я уже была. Ну я вот, у меня такая стратегия. Хорошо, давай. Какие кубики ты выбираешь с этого? Три кубика у меня не получится взять, да? Ну, ты бы могла взять двух разных цветов. Но видишь, они все разные, Наталья. Ты перегнать туда можешь зелененький кубик? И тогда возьмешь, допустим, два зеленых и один желтый. Два цвета ты можешь брать. Так неинтересно мне зеленый. Если бы два красных. Ну, овчинка выделки не стоит, мне кажется, если ты красный начнешь перегонять. Ну, давай вот так возьму, не буду долго мучиться. Все, у тебя позволяет прокачка твоего самолета брать два разных цвета. И у тебя остается бочек раз-два и тут две-четыре. Да, четыре. Заправились. Фаза рейса, Наталья. Ты перехватила первенство. Ваш ход. Давай вот в этот. Дестракшн бэй. Дестракшн бэй. Дестракшн бэй. Это совсем рядышком ты играешь. Так, бочки здесь. Но тебе топливо уже нафиг не нужно. Подкладывать можно только топливо. Значит, сажай сюда, кого ты хочешь сюда отвезти. Ну, мне все равно, или розовый, или красный. Ну, хорошо. Так, теперь ты перелетаешь сюда. Здесь не важно, что здесь уже нет кубиков. Но ты берешь серый кубик. Серенький. С банка. И на своем плашете отмечаешь, что ты в Дестракшн бэй побывала все. Ты не получаешь никаких бонусов. Но ты должна потратить сколько? Два топлива. Да. Раз, два. И ход переходит ко мне. У меня уже все понятно. Инувик. Сюда не получится. Инувик. Самый дальний город. Сажаю сюда пассажира. Город не прокачалось. И теперь доказываю, как я туда смогу долететь. А кратчайший путь 10 занимает полет туда. Ты-то все-таки попал туда. Да. Но у меня 7 в баке, Наталья. А прокачка на этом датчике позволяет мне до 4 карт сбросить. У меня на руке осталось 3. 7 плюс 3 карты я сбрасываю. 10 у меня как бы. Тетелька. Долетел. Но у меня сейчас 0 в баке. Розовый. С розовым совпадает. Да. Я забираю этот кубик. И вот что я посетил вот этот город. Сюда кладу его. И ты еще можешь. Подожди, подожди. Сейчас я сначала получаю прокачку. Ну, конечно, я пойду уже в победные очки. У меня, допустим, 3 розовых. Я получу 6 победных очков. Если щекну вот этим переключателем. Да, Наталья? Этот переключатель позволяет 2 доллара получить за какой? За самый большой цвет, который я выберу. Ну, щелкнул переключателем. Теперь смотрю, что сработало. Я не последний кубик. Красных у меня нет. Перехожу сразу в доход. 10. Мне заплатили. Плюс 1 пассажир 11, да? Да. 10 и клопик. Ой, ты хорошо взял. И в конце фазы дохода у меня срабатывает еще это. Я могу улучшение сделать. Ну, конечно, я уже пойду в победные очки. Чтобы здесь 4 победных очка заработать. Может, я тоже могла бы за десятки дойти. Нет. У меня тут не прокручено. Считайте, ваша игра еще не закончилась? Нет. В Скагуэй еще забегу. Так, понятно. Сюда ключики сработать у тебя нету, да? Нету. Нету. Все разные. Все разные. Не получится добавить сюда. Значит, ты сажаешь сюда пассажира и везешь его. Да. Два топлива. Последнее топливо. Мы с тобой с нулем в баке заканчиваем. Красненький сходится. Пожалуйста, ваш кубик. Сходится. Интересно, Наталья, а сколько Наталья посетила? Только сколько и ты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, хорошо, она меня не обогнала. По мелочи догнала. По шесть очков дальше разница в этой таблице. Ну, я, Сергей, вот этим вот еще туда. Ну, правильно. У меня совпало. Да, ты щелкнешь вот этим, и у тебя красных три, шесть победных очков, как бы у тебя в кармане. Это лучше, чем рождественские получили. Четыре, да, а тут шесть. Ну, на немножечко больше. Ну, вырываем все, что можем. Наталья, теперь доход. Здесь доход, у тебя самый крупный город два, плюс два пассажира, четыре бакса ты получаешь. Да, только четыре. Четыре бакса. А ты здесь забрала не последний кубик, этот не работает. У тебя не только красный, не только. Туда ты не прилетела. Нет, ничего. Доходом заканчивается наша игра. Мне уже кажется, что... Нет, еще не все. Наталья, я вот возьму правила сейчас под счет победных очков. Ну, деньги здесь победные очки. Все, что мы заработали, потом мы прибавляем деньги рождественского этого счетчика. Допустим, у меня четыре. Ну, я беру пять. Пять и одну монетку сдачи. Наталья, у тебя за рождественский ты получаешь два доллара. Зачем ты спрятал? Там тебе не видно будет. Не видно будет. Да, ты лучше здесь. Я тебе за рождественский два доллара дал. Следующее, чтобы не пропустить. Деньги полученные за переключатель. Вот этот последний. Ты выбираешь самый... Больший у тебя цвет красный. У тебя больше, чем другой. И синих. И синих. Синих три и красных три. Ну, ты что-нибудь одно выбираешь. Каждый кубик приносит два доллара. Давай. Бери еще шесть долларов. Поэтому... А у меня тоже. У меня розовых три, зеленых три. Как бы, да, Наталья? Ну, да. Розовых три, зеленых три. Как ты? Ну, я тоже шесть. Беру, значит, пятерочку и клопик сюда. И последнее. Деньги полученные за различные посещаемые пункты. Восемь. Восемь, двадцать. И у тебя, и ты, и я получаем двадцать два. Двадцать пятку возьму, двадцать два, а три вот эти отдам. Чтоб они не мешались. Двадцать два. Все, денежки понаполучали. Понаполучали. Раз, два, три, четыре, пять. Шестьдесят баксов. Семьдесят баксов. Восемьдесят. Ух! Восемьдесят пять баксов. Ну, ты, конечно, в этих городах побываешь. Два, три, четыре, пять, шесть. Семьдесят пять. Семьдесят пять. Ну, видишь, насколько-то я очков тебя немножко опередил. Потому что ты на верхушке ходила. Десять глаз у нас разница. А не сам бегала. Восемьдесят пять, семьдесят пять. Была у нас спортивная, когда у нас разница была в два. Город этот не пришел в конце. Как бы я победил. Хоть бы на восьмерочку. На десятку я бы не потянула. У меня не было этих карт сбросить. Хорошо, Наталья. Давай поговорим немножко об игре. Поговорим об этом авторе. Какое-то мнение общее. Я не жалею, что эта игра появилась в нашей коллекции. Потому что я знал, как она играется. Я еще в девятнадцатом году даже смотрел летсплее, где Рахдо, это такой седой чувак, Рахдо, это блогер, который играл в эту игру. Она меня так заинтересовала. А тут бац, компания, вот эта вот такая молодая компания, локализатор, издатель игр, Роллингеймс, издала эту замечательную игру. Ссылочку я оставлю под видео. Кому эта игра понравилась, добро пожаловать. Так вот, автор этой игры, вот этот Ледюк, его отец и был владельцем вот этой компании под названием «Авиалиния Юкона». Вот на северо-западе Канады он людей перевозил, перевозил пассажиров. Он сам не был летчиком, его отец. Он был владелец компании «Диспетчер», что-то такого. Ну, он летать умел. А вот этот Ледюк, автор, он вырос. Он в этом бизнесе, он видел, как это все. И в дань уважения своему отцу, со временем он создал такую игру с такими интересными механиками, чтобы под стать знаменитым дизайнером. Она мне показалась такой легкой сначала, а потом вот такая мозгодробильная. Да, улучшение. В каком порядке? Как ты выбрал улучшение? Это очень важно. Это всего лишь наша с Натальей третья партия. У нас еще нет таких вот строго выстроенных каких-то стратегий. Я уже немножко понимаю, что если мы сыграем там около, ну, еще пару партий, у нас уже начнет выстраиваться. Что раньше щелкать? В каком этапе? Когда мы поймем, где мы какие ошибки заключили, пока мы получаем удовольствие, пока третья партия, еще стратегий нет. Ну, я уже подумываю. Я набрал 85 очков, мне кажется, это неплохо. Неплохо. Это немножко даже выше среднего, потому что в игре есть одиночная игра, и здесь говорится. Где нас обзывают. Вот Наталья набрала 75 очков, это тоже неплохо. Ты старожил уже считаешься. Кто набрал 80 или больше очков, это уже юконец. Все, я уже местный житель. Можно еще и 90 баксов, если ты набрал. Это хозяин неба будет считаться, а больше 100 или больше очков – легендарный пилот. Да, еще мы не доучились. Еще до этого не дошли. Смотри, тебе всегда нравится, когда у тебя свой личный планшет, и никто туда не лезет. Здесь ты его улучшала как хочешь, правильно? И всегда вот это для тебя главное. Когда у тебя есть свой планшет, и ты там можешь творить все, что хочешь. Мне, конечно, понравились шестигранные кубички. Это всегда здорово, когда влияет и цвет кубиков, и влияет значение, которое на них выпадает. Твои одни единицы выпадали. Да. Да, говорит. Одни единицы. Ну, плюс, конечно, в этой игре очень здорово механически, тактильно перемещать вот эти все указатели. Вот этой приборной доски легкомоторного самолета. Игру разнообразят вот эти цели. Наталья, первые партии... Как-то я на них не очень работала. Как-то рекомендуют определенно их выбирать. Мы как-то первую партию с ними сыграли, а потом решили замешать, что выпадет, то выпадет. Тоже цели разнообразят. Даже интереснее было. Это дополнительно можно и победных очков нахватать, с ними получить топливо, вот это вот сюда. Тоже интересный момент, но жалко, что их только девять штук. Да, я бы очень хотел, чтобы автор, я не знаю, я вот не следил за ним, потом, есть ли какое-то дополнение к этой игре или нет, планирует ли автор что-то сделать, я думаю, зрители могут написать в комментариях. Не знаю, сколько он лет ее творил, но в механике все работают, все прекрасно. Да, все хорошо. Да, отлично, отлично. Наталья, большое тебе спасибо за игру. Спасибо, Сережка, поздравляю. Зрителям большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на спонсорство. Ну и ловите нас с Натальей каждую неделю на просторах Ютуба. До свидания. До свидания, до новых встреч. Пока.